hello everyone здравствуйте ребята today is the first of october сегодня у нас 1 октября и тема нашего сегодняшнего урока буква b let's be сегодня мы с вами на уроке должны понять как правильно произносится буковка повторить слова которые мы уже проходили на буковку б и научиться составлять простые предложения с этими словами итак начнем буква называется у нас б вот здесь вот я написал а звук она дает б вот в этих вот скобочках я записываю то как произносится буква это называется знаки транскрипции и так буква у нас называется be вот звук б и звук и а звук сама буква будет обозначать б то есть когда мы ее с вами встречаем в слове в каком-то она будет давать звук б например первое слово которое мы проходили на первом уроке читается как бол мяч я вот написал в квадратных скобочках звуки которые обозначают бол бол обратите внимание что здесь написаны другие буквы английский язык от русского языка например отличается тем что в английском языке нужно запоминать как произносятся слова то есть вроде бы как у нас стоит буковка эй похоже на русскую букву а две буковки л но правил чтения в английском языке много и подходят они не ко всем словам а примерно к 50 процентам поэтому мы с вами будем учить как произносятся слова путем повторения и закрепления и так повторите за мной первое слово бол бол мяч далее на втором уроке мы проходили с вами цвета и у нас был такой цвет который называется браун здесь вот в знаках транскрипции я записал звуки как правильно произносится это слово б б р р а у н браун а на самом деле слово записывается вот так вот браун поэтому запоминайте путем повторения и так еще раз повторите за мной браун следующее слово браун это у нас черный цвет и читается но как black black не забываем повторять за мной слова еще раз black black и так следующее слово у нас было синий. Blue. 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 Сейчас мы с вами попробуем составить простые предложения на английском языке, используя вот эти слова, которые мы уже учили. Итак, в английском языке перед существительными ставится неопределенный артикль Э. И поэтому мы, прежде чем сказать существительное, должны сказать Э. Например, Э. Brown. Ball. Повторите за мной. Э. Brown. Ball. Переводиться это будет как коричневый мяч. Здесь я поставил буковку Э и написал точки, и здесь буковку Э, чтобы вы самостоятельно записали предложение. С вот этими двумя цветами. Я вам помог записать и написал коричневый мяч Э. Brown. Ball. А здесь вы самостоятельно запишите черный мяч и синий мяч по вот этому образцу. Это будет ваше задание на сегодня. Это первое. Второе задание. Постарайтесь записать аудио и прочитать мне вот эти слова. Ball. Brown. Black. Blue. И если получится, записать еще, как вы будете читать вот эти три предложения. И отправить мне аудиофайлом в WhatsApp. Итак, давайте еще раз с вами повторим все слова, которые мы написали. Итак, первое слово у нас. Ball. Второе слово. Brown. Третье слово. Black. Четвертое слово. Blue. И предложение, которое я записал. A brown ball. Коричневый мяч. Далее. Составляете самостоятельное предложение. Итак, запишите все это в тетрадочки. Число. Тему урока. Все, что я вот здесь вот записал. Сфотографируйте и отправьте мне на проверку в WhatsApp. А также постарайтесь записать аудио. Можете прочитать не все слова. Может несколько слов. Сколько получится. Попробуйте, запишите и отправьте мне аудиофайл, как вы читаете эти слова. На сегодня все. Удачи. Жду ваших работ.